Приветствую вас, друзья! Меня зовут Борис. Сегодня мы находимся на озере, в котором полно рыбы. И поэтому сегодня, в моём девятом выпуске, я бы хотел с вами поговорить о рыбьем жире. Сегодня мы разберёмся, почему рыбий жир советует всем в качестве комплексной добавки, в том числе спортсменам. Что в нём такого особенного в этом рыбьем жире? В СССР рыбий жир в обязательном порядке давался всем детям в детских садах. И наверняка ваши родители помнят этот специфический вкус и запах рыбьего жира, и об этом вам рассказывали. Но давали ведь не просто так. Советские дети должны быть сильными и здоровыми, чтобы построить коммунизм. Вы извините, вы сегодня абсолютно ничего не ели. Немедленно спать. Давайте в этом разберёмся. Как вы понимаете, рыбий жир – жир особенный. По консистенции он жидкий. Однако происхождение у этого жира – животное. Основная масса животных жиров – плотные жиры, которые содержат большое количество насыщенных жиров. Рыбий жир жидкий – это значит, что в нём много ненасыщенных жирных кислот, как в растительных жирах. Если немного пофантазировать, мы можем сказать, что рыба на самом деле не животное, а растение. Но мы отвлеклись. Кто не помнит, что такое насыщенные и ненасыщенные жиры, ссылочка здесь. Рыбий жир, как любой жир, состоит из двух частей – из примесей и из жирных кислот. Давайте начнём с жирных кислот. В рыбьем жире, как известно, большое количество омега-3 жиров и омега-6 жиров. Что же это такое? Омега-3 и омега-6 жиры – это незаменимые жиры, которые должны поступать в организм ежедневно. Организм их синтезировать не может. Наверняка вы помните аминокислотные добавки из незаменимых аминокислот. Также есть незаменимые жирные кислоты – это и есть омега-3 и омега-6. Они необходимы, без них организм существовать не может. Здесь вы можете видеть омега-3 кислоты, а здесь омега-6 кислоты. Дело в том, что в человеческом организме, несмотря на то, что эти кислоты незаменимые, одни могут синтезироваться из других. Может зародиться мысль, почему бы просто не есть в избытке первой кислоты, чтобы из них синтезировались все остальные. Дело в том, что в человеческом организме эта способность весьма ограничена. Точнее, она очень ограничена. Уровень трансформации одного вещества в другое низок у женщин, а у мужчин он исключительно низок. Как вы понимаете, все вот эти жиры, о которых я сказал, есть в рыбьем жире. Это же здорово! Омега-6 жиры не играют особого значения, потому что их легко получить из любых растительных масел. Просто посмотрите в интернете. А вот с омега-3 жирами есть нюансы и сложности. Две жирных кислоты ДГК и ЭПК почти невозможно получить из растительных жиров, поэтому для вегетарианцев это большой геморрой. Правда, вегетарианцы могут получить ДГК и ЭПК из морских водорослей и ламинарии. Но добыть ламинарию и морскую капусту, в которой сохранились омега-3 кислоты, сейчас довольно проблематично. А для нас, для мясоедов, никаких сложностей. Вы покупаете рыбий жир, рыба за вас сделала всю работу и получила омега-3 кислоты из морских водорослей. Так что, несмотря на все заверения, рыбий жир заменить льняным маслом, например, невозможно. Принимать вместе рыбий жир с льняным маслом, пожалуйста, это будет идеальное сочетание. Тогда вы станете самым настоящим монстром правильного питания. В итоге мы поняли, что ДГК и ЭПК жирные кислоты – это то, на что нужно ориентироваться при покупке рыбьего жира. Высокая концентрация ДГК и ЭПК в сером веществе мозга и в сетчатке глаза указывает на необходимость потребления ДГК ежедневно. 3% от серого вещества мозга – это очень много, это дофига. Естественно, мать обязана потреблять ДГК и ЭПК во время кормления и во время выращивания своего ребенка. ЭПК помогает лечить депрессии, вырабатывает большое количество серотонина и помогает при тяжелой интенсивной работе. В частности, она помогает при безумном потреблении различных стимуляторов, например, кофеина или при тренировочных комплексах, которые сейчас едят почти все. Да-да-да, при тренике изнашивают центральную нервную систему. И ее нужно обязательно профилактировать. В пользу ДГК и ЭПК известно давно, в Гренландии проводились исследования. Эти жирные кислоты исключительно полезны для работы сердца, для работы вегетососудистой системы, а также для центральной нервной системы. Также, а зачем они нужны спортсменам? Дело в том, что эти омега-3 кислоты входят в состав мембран клеток. И когда мы наращиваем мускулатуру, нам нужны элементы, чтобы мускулатуру строить. Эти кислоты вам в помощь. Также они защищают сердце спортсмена. Вообще, у этих кислот огромное количество полезных функций, но моя аудитория – спортсмены, поэтому... Я хочу упомянуть, что употребление ДГК снижает отложения и улучшает жиросжигание жира на 15%. Вроде едим жир, а жир сжигается. В бодибилдинге советуют потреблять рыбий жир всем спортсменам, но это комплексная добавка, она подходит всем, не только спортсменам. Мне говорят, Борис, твоя аудитория – это спортсмены, им нужен обзор спортпита, а не всяких там жиров и всякой херни. Я хочу упомянуть, что я рассказываю о тех вещах, которые помогают комплексно улучшить состояние тела. А хорошие функции тела помогут на любом поприще, в том числе на спортивном. Это был разговор о жирных кислотах, которые находятся в рыбьем жире. Но также там есть минеральные комплексы, витамины и различные примеси. Да, витаминов там полно. Жирорастворимые витамины, витамин А, витамин Д, также куча минералов – йод, фосфор, железо, цин. О витаминах, конечно же, будет отдельный выпуск. Но витамины и минералы, которые содержатся в рыбьем жире – это не главное. Это на самом деле ерунда. Их можно получить из других источников. Из растительного масла, например, или из аптечных витаминов. А почему ерунда? Вы сейчас поймёте. Давайте перейдём к практике. Как их принимать, когда их принимать и как купить правильный рыбий жир. В СССР рыбий жир запретили в 1970 году для использования в профилактических целях. Это стало лекарственным средством. А почему так произошло? Дело в том, что рыбий жир вытапливался из отбросов, оставшихся после разделки рыбы, из мелкой рыбёшки, из печени рыбы. А они накапливали в себе большое количество вредных и токсичных веществ. В основном рыбий жир добывается из тресковой печени. А печень – это тот орган, который концентрирует в себе не только полезные вещества, но и вредные. Ухудшение экологической обстановки, естественно, влияет на содержание токсических веществ и тяжёлых металлов, например, в рыбьем жире. Собственно, тогда, в 1970 году, рыбий жир по этой причине и запретили. Какие мы можем сделать выводы? Как правильно выбрать рыбий жир? Выводов несколько. Первое. Сейчас лучше вообще не брать рыбий жир, сделанный из печени трески, поскольку печень накапливает в себе различные примеси, токсические вещества и соли тяжёлых металлов. Предпочтительнее брать рыбий жир, выделенный из мяса рыбы, желательно разных сортов. Если рыбий жир добыт из печени трески, то так будет написано на пачке. Или, если это иностранный импортный рыбий жир, то будет написано «Cod liver oil». В нашем понимании классический рыбий жир – это тот, который выделен из печени трески. А вот тот рыбий жир, который выделен из мяса рыбы, называется «fish oil». Интересно, как это будет на русском языке? Снова рыбий жир? Нет, не совсем так. Итак, рыбий жир, добытый из печени трески или из печени любой другой рыбы, называется рыбий жир. А жир, добытый не из печени, а из мышечной ткани рыбы, будет называться рыбный жир. Конечно же, нам необходимо брать рыбий жир, добытый из мяса рыбы. Несмотря на то, что витаминов и минералов там будет меньше, поскольку печень в основном накапливает эти вещества, но там также будет меньше и различных примесей, токсических и вредных для тела веществ. Итак, второй вывод. Необходимо брать рафинированный рыбий жир. Да-да, такой бывает. Это означает, что рыбий жир высокой степени очистки. В нем не будет различных примесей, не будет токсических веществ, правда, не будет витаминов и минералов, но их же можно будет добыть из любых других источников. Третий вывод. Самое ценное и самое главное в рыбий жире – это ЭДК и ЭПК жирные кислоты. На них и нужно ориентироваться при выборе продукта. Да, в рыбьем жире также есть линоленовая кислота, но она не самая главная. Ее можно получить из растительных жиров. А вот ЭДК и ЭПК никак. Также иностранные производители обязательно указывают процентное соотношение ЭДК и ЭПК на упаковках. Так что смотрите и выбирайте. Четвертый вывод. Предпочтительнее брать рыбий жир из ценных пород рыбы. И чем ценнее сорт рыбы, чем дороже рыбий жир. Но тем он полезнее и тем больше содержания ЭДК и ЭПК. Лично я потребляю рыбий жир в жидкой форме, поскольку я могу почувствовать, вдруг с рыбьим жиром что-то не так. Вдруг он прогорк или испортился. Вдруг нарушена технология хранения и транспортировки. Я почувствую, что он испорчен и не буду потреблять такой продукт. С другой стороны, покупать рыбий жир в жидкой форме не очень хорошо, поскольку его тяжело хранить и тяжело потреблять. Он неприятный на вкус. В капсулах вы вкуса не почувствуете, проглотите спокойно, но нужно же проверить, а вдруг технологии нарушили, вдруг там некачественный рыбий жир. Есть вариант, можно просто расколоть капсулу и попробовать рыбий жир на вкус. Если он не горчит, если нет отвратительного тошнотворного запаха, то, скорее всего, технология была соблюдена. Такой рыбий жир можно потреблять. Да, у меня был один случай, когда в капсулу закатали гниль. И с тех пор я обязательно капсулу разрезаю. Также я рассказывал о том, как выбрать правильный неиспорченный растительный жир. Ссылочка вот здесь. Ну и, конечно же, сколько принимать, решайте сами. Это ваша личная индивидуальная потребность в этих элементах. И вы должны её сами выяснить. Ну что ж, спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Вскоре будут новые выпуски. Если у вас остались какие-либо вопросы, можете написать мне в личку ВКонтакте. Ссылка на страничку в описании. Также можете задать свой вопрос в комментариях к видео и голосовать за него. Я обязательно на него отвечу. Спасибо за внимание. И, конечно же, удачи вам и смелости в достижении всех ваших целей.